Всем привет! Сложно сдать сессию, сложно найти хорошую работу. Возможно, с кем-то из этих парней наша героиня сегодня уйдет домой. Давайте уже начинать. Встречаем главную героиню нашей программы, Женю Петрову. Сегодня ты, ребят, сможешь видеть исключительно в финале. Как ты будешь с этим бороться? Устраивают тебя такие правила? Да нормально все. У нас будут испытания, но, к сожалению, ребят ты увидеть не сможешь. Ну и что? Не будем уже, собственно, откладывать в долгий ящик. Я продемонстрирую тебе силуэты наших ребят, которые ты сможешь оценить. Правда, времени очень мало. Таксики, таксики, матаксики. Готово? Итак, первый участник Сергей. Комментируй сразу, потому что времени мало, и ребята будут показывать себя. Так что у нас покажет Сергей. Ощущение, что в карманах ни черта нет, хотя карманы широчные. Короче, я не поняла, он типа пришел, сразу в меня втюрился, но он вообще меня не видел, да? Нет, он тебя видит. А, да? Так, следующий участник Илья. Таксики, таксики. Следующий Алексей, да, это был второй. Сейчас Алексей. Так, Алексей, ну-ка. Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. Ммм. Короче, он по-любому, знаешь, он на самом деле может быть стриптизер, но по-любому он спит на структуру. Да я шучу. Не обижайся. Ну фантазия-то, это хорошее дело, поэтому. Да, ну у него был такой пируэт хороший. Плохой. Отлично. Следующий участник Семен. Так. И сотряслась земля под Семеном. Слушай, а это такие же пропорции в жизни? Да. А что это? Он, видимо, сейчас попытался изобразить свое достоинство, как мог. На что хватило фантазии? Ну, слушай, ну, если у него такое, то это, ну, не надо. Нет, это даже не вариант. Я себя жалею. Я серьезно очень люблю. Последний участник Николай. Так. Николаюшка. Ой, ой. Который был первым. Здравствуйте. Слушай, а какой у тебя рост? Метр семьдесят пять. Не в росте дело. У Сергея нет шансов. Ну, не в росте дело. А в чем? Рост есть как свой, как бы, как метр семьдесят пять, и есть еще небольшой рост в другом месте. Большой рост в другом месте? В руках? У тебя большие руки? Ну, конечно, в руках. Или уши? Конечно, в руках. Потому что у меня более широкое восприятие мира, чем у остальных людей. А в чем это заключается? В том, что нет границ. В жизни нет границ. Можно делать все, что угодно. Ну, ладно, а ты в порнографии снимаешься или снимался ли когда-нибудь? А конкретно, какое занятие вас интересует? Так как я очень разносторонний человек. Спросите поконкретнее. Короче, значит, ты ничем не занимаешься. Нет, это вранье. Например, работа. Это реально, ты ничем не занимаешься? У меня минуту, Евгения. Сейчас говорит мужчина. Итак. Информации мы не можем сделать выбор и удалить кого-то из участников. Для этого нам нужно пройти несколько испытаний. Так что давай не будем оттягивать этот замечательный момент и начнем с первого испытания. Хорошо? Должна оценить сама. То есть тебя устраивает? Ну, это же, понимаешь, еще же зависит, как на нем будет все смотреться. Безусловно. Конечно. То есть там по фигуре очень важно, чтобы все выглядело. Сереж, видимо, тебя прости одобрить, и мы, наверное, бы пошли на финский залив куда-нибудь. Если было бы прохладно, я, естественно, надел бы какие-то брюки, а полы бы оставил. Ну, мне кажется, что по этому наряду можно сказать так, что, в общем, не сильно бы отличился твой... У меня в подвале, обращайтесь. Трусы, носки, рубашки. Я нашла магазин, где хочу одеваться, реально. Ты очень крутой, потому что, в принципе, все классические костюмы идут абсолютно всем мужчинам. Я в этом уверена. Комплект Николая. Так, отлично. Что? Ну, что я могу сказать? Джинсы с рубахой. Джинсы, короче, не парился. Ну, что, не знаю. Не впечатлило. Респект, все молодцы. Ребят, ну, я выберу вот этот. Потому что, ну, как-то... Костюм Николайки... Подожди, 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 сейчас. Джинсы, джинсы, нет джинсов. Потому что джинсы, потому что, знаешь, для знакомства с моими родителями как-то не очень. Жалко, что, конечно, так получилось, но... Бывает. Ну, что же, Николай, ключик от сердца нашей красавицы уже не достанется. Ну, вот остальные парни готовы продолжать борьбу, так что двигаемся дальше. Женя. Ну, что, минус один. Но только сейчас непонятно, кому повезло больше, тому, кто ушел или тому, кто остался. Да не страшно, появится другой какой-нибудь. Да нет, дело в другом. Дело в том, что мы подготовили четыре видеоролика, где родственники и близкие наших претендентов будут рассказывать о них жаркие подробности. Или же друзья. Да, поэтому ты сможешь узнать о них то, что вряд ли они расскажут сами о себе. Чтобы тебе не было скучно, мы позвали твою подружку Машу. А-а-а, Машка! Привет! Как будто я не знала, что ты тоже будешь там. Маша! Очень приятно присаживайся. Машка, что... Опять тебе принцы еще. Все принцем не ищем на белом коне. Где я живу? Это все-таки достаточно глубокие отношения должны присутствовать в этом плане. И хотя я не могу вам сказать. Наверняка свечки я здесь не держал. Скрывай. На данный момент есть жена, но они уже в разводе. Видео было. Ты реально вот, то есть, занимаешься сексом только по любви? Ладно, скажи да. Можно так сказать. Хорошо, давайте перейдем к следующему видеоролику. Он посвящен Илье. Продлились немножко дольше, чем обычно. Ну или просто продлились, да? У девушки должна быть какая-то особенная изюминка, наверное. Он никогда не говорил о том, какую он девушку на самом деле хочет. Но она должна быть особенной какой-то, необыкновенной. Каждый мужчина должен уметь общаться с девушками. Ну давай, пообщайся со мной. Мы с тобой уже общаемся. Чтобы я на тебя запала. Мы с тобой уже общаемся. Ну и что, крошка? Что посоветуешь? Давай, ну, заинтересуйся. Минус это то, что он не пунктуальный и всегда опаздывает только из-за того, что он очень долго принимает ванну. Страдают даже близкие, родные. Мама, братья, как я. Далее. Он не умеет пить. Это точно. Стоп. Серьезнейший футболист. В кавычках, конечно же. Веселый артист. Но и в принципе хороший человек. Надеюсь, у него получится своя семья. Какой классный у него брат. Вообще. Я тебя познакомлю с ним. Слушай, я же не могу. Грудь, ноги потом. Не знаю, делаешь маски. Нет, Женечка, такое не делай. Я на самом деле люблю за собой ухаживать, но не перебарщиваю. Ну, ах, Жок, ты до этого слышал, что я сказала, поэтому ты специальница. Нет, ну на самом деле так и есть. Я люблю сидеть в ванной, но не до фанатизма. Какой у тебя рост? Только не плюс, не говори. Какой у тебя рост просто? Метр восемьдесят семь. Ну, соки. Рост имеет значение, по всей видимости. Маша, что ты отмалчиваешь? Нет, я пока прислушаюсь. Ты прислушиваешься? То есть ты хочешь потом уже, подытожив всю эту ситуацию? Да, когда всех просмотрим, кандидатов. Давайте посмотрим тогда последний видеоролик, который посвящен Семену. Моего друга зовут Семен. Вот что я могу о нем сказать? Семен. Семен м***ь так. Он мне сегодня позвонил, попросил сказать пару хороших о нем слов. Но, к сожалению, вытаскивать, гулять и просить, чтобы вы купили ему вещи. Он встречается с вами только из-за вещей. Вот такой вот Семен гад. Семену нравится переодеваться в женскую одежду и, соответственно, появляться на публике. Также он может быть хоть нагим, ему все равно. Такой отмороженный тип. Семен нужна невысокая девушка, невысокого роста. С большим, глубоким кошельком, большим бюстом, симпатичное лицо. И тогда, я думаю, у вас есть шанс девушке, чтобы охмурить этого негодяя. Какой добрый дар. ... вашим отцом сказать, эхэхэй, вот он я. Папка, люблю тебя. По-моему, это перебор. Активно была защита. Очень темпераментно сейчас было все сказано. Ну, Женя, Маша, вам решать, потому что было все уже сказано всеми друзьями, братьями, сестрами. Маша, ты нам обещала совет. Давай уж подытож все, что ты увидела и услышала. Мне твои дети нравятся. Не, ну просто четвертый. Так или иначе, цель ави. Женька, пришло время проявить сарказм и хорошенько поязвить. Знаешь почему? Потому что мы сейчас будем звонить бывшим пассиям наших парней. Круто. Любишь общаться с бывшими? Нет. Не любишь? Нет. Но так или иначе, кто, как не они, расскажет самые интересные подробности? Ну, это действительно бывшие. Это действительно бывшие. Ну ладно, давай. Я просто считаю, что человек немножко не готов был к серьезным отношениям, поэтому... То есть, подожди, это первый, который женат был? Да, да. Он сарказм? А, то есть, это ты его жена бывшая? Нет, нет, нет. Нет, она просто с ним, она с ним встречалась, видимо, после развода. Спасибо. И другая рука у меня пустая, как раз для следующих детей. Я очень люблю детей. Все, взял и испортил. Ну, зачем ты на самом деле так делаешь? Ты сейчас должен уделять максимум внимания именно к той дочери, которая у тебя сейчас есть, а не ждать новых. Делать татуировки на руках. Нет, я не говорю то, что я жду новых детей там или еще что-то, да? Я просто люблю детей и я не считаю это плохим. То есть, что-то... Я переведу. Мне кажется, Сережа пытается... Ну, я думаю, что Алексею нравятся девушки такие же, конечно, только как я. Только как ты, ну, конечно. То есть, он бывает, знаешь, по пьяни звонит ей, говорит, любимая моя Аленка, я люблю тебя до сих пор. То есть, и любит тебя до сих пор, ты думаешь? У нас просто закончилась любовь, наверное. Скорее всего, так произошло. Вы вообще общаетесь сейчас? Нет, 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 мы не общаемся сейчас вообще. А ничего там в сердце не ёкало, когда она сейчас разговаривала? Да нет, ну прошли отношения на самом деле. Красивые глаза, я вот смотрю, просто нереально глубокие. И у тебя очень уверенный взгляд в себе, ты уверенная девушка, я вижу это. Я знаю, крошка. Ты классная. Спасибо, детка. Мы звоним Лене. Он тебя обидел, наверное, да? Если так можно сказать. Ага, значит, ты его, гадюшка, обидела, да? Кто кого обидел? Да нет, он меня. И вообще, с девушками из-за денег с тобой такой же вариант или нет? Можно сказать и так. Он, по крайней мере, в кафе он никогда не платил за себя. Он ещё тут и так будет. Понятно. Я думаю, что картинка неким образом уже сложилась. Спасибо большое за комментарии. Семён. Итак, сразу же, вы заметили, что все про меня говорят плохо? Заметили? И друг, и девушка. Что это значит? То, что я с друзьями беру денег у родителей ни на что. Зарабатываешь чем? Я промо в клубе. Также я стараюсь питаться за счёт девушек. Но я не ем вреды продуктов. А мы с тобой вместе будем жить за счёт других девушек, бывших твоих? Серьте, мне на слово весьма высоки. Ага. Следующее. Но я думаю, вас этим не удивишь. Деньгами как бы вас не приманишь. Вам, по-моему, главное, чтобы был человек честный и открытый. Так как вы считаете, я честный и открытый, если все говорят, что я м*** и говно? Вы понимаете, честный вы и открытый, но мне уже не 15 лет, чтобы ждать, пока вы будете зарабатывать нормальные деньги, чтобы мы жили не на одних макаронах, понимаете? Я люблю макароны. Да и макароны-то тоже надо покупать за что-то. Ладно, давай, Алексей, перейдём к тебе. Да. Есть что добавить? Я думаю, что нам нужно будет пообщаться просто с ней наедине, когда она меня выберет. У тебя сейчас есть последний шанс получить некоторые баллы. Вот. Это у тебя брат, да? То есть весёлая, озорная, супер, молодец. Я не считаю себя проигравшим. Всем спасибо. Всё горячее в студии, всё холоднее за кулисами, всё острее наши чувства. Здоровьтесь. Только, ребят, мы уже здесь. Алексей, прошу, подожди, Женя. Они уже здесь, я их, мне кажется, вижу. Я предлагаю вам хорошую обстановку, затемнённую площадку, приятную музыку. Сделать так, чтобы Жене понравилось, чтобы она выбрала именно вас. Вы готовы? Конечно. Кто из вас начнёт? А ты же меня не это, не видела. Чё, сняешься, что ли? Я нет. Мама, ты только волнуешься. Да, ну конечно, ты же красивая, как я могу не ловаться. Я же люблю красивых там. Слушай, я уже изучилась в кепах, ой, в этих, вау, в очках. Ну что ж, ты реально, он на самом деле, он очень стесняется, либо волнуйся, у него руки дрожат. Нет, у меня не дрожат. Конечно, дрожат. Он искренне. Он хочет сделать тебе приятно, Женя. Алексей, присаживайтесь, пожалуйста. Семён, подойдите. Ты хочешь со мной потанцевать? Давай, хорошо. А я могу вклиниться, ваш дуэт. Кружок? Нет, нельзя, подожди. Я сделаю кружок танца с Женей. Нет, не посижу. Семён, вернись. Я убираю Настю. Семён, меньше слов, больше дела. Конечно. Короче, понятно. Евгения, постойте. Только, пожалуйста, меня нет. Я не буду вас трогать, что вы паникуете-то? Ты меня не поднимаешь. Спокойнее, Евгения, не собирайся с поднимающегося. Спокойно, раскладьтесь. Спокойнее, спокойнее. Вы понимаете, что для настоящего мужчины важны мышцы. Женя, я думаю, ничего плохого тебе не сделаю. Вы думаете, вот это неплохо или, может быть, вот это? Так, стоп. На мой взгляд, это очень неплохо. Заметьте, я вас не трогаю. Удар рука моя сейчас, по-моему. Только не туда. Нет, конечно, не туда. О чем вы говорите? Не туда и не сюда и не сюда. Не туда и не сюда, Евгения. По-моему, вы несёте глупости. Так, а вы сюда с девушкой вот так танцуете? Просто я вас держу, будешь и убежите. Хорошо. Давайте танцуем. Так, может быть. У вас плечики? Вы понимаете, Евгения, я хожу... Женя впервые увидит всех парней. Кого она выберет, узнаем прямо сейчас. Ну что, Женя, все в сборе. Все пять пацанов. Наконец-то ты сможешь увидеть их своими глазами. Ты готова к этому? Ты? Я вот, кстати, всех могу различить. Тех костюм мне не понравился. Но вот его я выбрала. Да? Подходи, подоходи к ней. Давай. Выбор сделан? Да. Своими глазами нашла одного человека. И мы дарим вам от всей души романтический ужин в Дэнди-кафе Боя Артем Королев. Возможно, у вас что-нибудь получится совместно. Может быть, у вас будут отношения. Но в любом случае, я желаю вам очень хорошего свидания. Весело, классно. Приходите, вам понравится. Леша, хороший мальчик. Симпатичный. Приходите сюда и проверка вам точно обеспечена. Хорошая. Приходите. Хорошая. Приходите. Приходите.